так прямо сейчас у меня очень важный разговор по телефону правда знаете такой который может изменить всю жизнь и от которого зависит будущее думаю вы понимаете о чем я и вот в предвкушении я захожу в лифт и все ну как так люди летают в космос изобретают лекарства общаются с друзьями по часам но как только двери лифта закрываются наши телефоны становятся бесполезными и самое ужасное что мы не можем ничего сделать посмотрите на свой телефон вы наверняка уже не вспомните как выживали без него раньше но что за магия заставляет гаджеты работать говоря простыми словами ваш телефон представляет собой рацию которая передает и получает сигналы внутри него есть радиоприемник который получает сигнал и радиопередатчик который его передает теперь представьте что у вас важный разговор с другом пока вы рассказываете ему свои новости ваш умный гаджет занят тем что преобразует ваш голос в набор электрических сигналов затем телефон использует свой радиопередатчик чтобы отправить сигналы через радиоволны до ближайшей вышки сотовой связи после этого весь процесс повторяется но уже в обратном порядке вышки одна за другой начинают передавать радиоволны пока ваш голос не дойдет до телефона друга наконец его устройство преобразует полученные радиоволны сначала в электрические сигналы затем ваш голос рассказывающий о вчерашнем свидании которое пошло не по плану но вернемся к дурацким лифтам которые могут прервать даже самый интересный разговор если подумать все довольно логично не хочу никого пугать муха но лифт это небольшая металлическая коробка набитая электроникой эта коробка ходит вверх и вниз по узкой бетонной шахте сквозь множество этажей сделанных из кирпича и каменных блоков радиоволны с легкостью проходят сквозь любые препятствия но огромные блоки из твердого материала вроде камня или металла становятся для них настоящей преградой к примеру если вы когда-нибудь были в горах то замечали что сеть то пропадала то появлялась снова этому тоже есть объяснение если между вами и вышкой стоит утес или гора радиоволны будут с трудом проходить через них и тогда вы услышите только аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети как же бесит почти то же самое случается когда вы едете в лифте радиоволны едва доходят до телефона ведь у них на пути появляется препятствия которые они не могут преодолеть и так посмотрим металлическая коробка которая не пропускает сигнал шахта лифта окруженная бетонными стенами и укрепленные стальными листами огромное количество этажей стены 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 это значит что от хорошего сигнала сети ваш телефон отделяет несколько слоев прочных материалов бедные радиоволны они никак не могут добраться до гаджета пока вы едете в лифте однако давайте представим что существует супер мощная вышка которая может передавать сигнал на ваш телефон пока вы в лифте проблема решена как бы не так радиопередатчик на вашем устройстве настолько слабый что его сигнал не пробьется сквозь стены металлической кабины лифта не говоря уже остальных листах и бетонных плитах знаю звучит не очень здорово но зато я осознаю причины и принимаю сложившиеся обстоятельства но вы когда-нибудь замечали что иногда телефон перестает ловить сеть в некоторых продуктовых магазинах говорят это делается специально чтобы вы не могли найти более выгодные предложения в интернете неужели так правда кто-то делает но это всего лишь миф например в сша намеренно глушить сотовую сеть незаконно к тому же в большинстве супермаркетов телефоны все-таки отлично работают дело в том что большинство коммерческих зданий например торговые центры или огромные супермаркеты стоит на массивных железных опорах их кровля покрыта алюминиевой плиткой а стены залиты бетон поэтому сигнал либо не проходит вообще либо становится очень слабым так же как в лифте но допустим рядом с магазином стоит мощная вышка которая без проблем передает радиоволны на телефон тогда мы сталкиваемся с той же проблемой что и в лифте хоть телефоны ловит сигнал его радиопередатчик и аккумулятор недостаточно мощное чтобы установить связь с вышкой в некоторых торговых центрах устанавливают небольшие антенны сотовой связи которые по размеру не больше домашнего роутера в таком случае ваш телефон ловит сигнал даже тогда когда вы находитесь внутри этой клетки сделаны из стали и бетона кстати такой подход может быть полезен для бизнеса по статистике чем больше вы залипаете в телефоне тем больше денег тратите примерно на 41 процент просто имейте в виду в любом случае не через стены лифта не через стены магазина сигнал пройти не может а если я скажу вам что мой телефон частенько подводит меня на концертах конференциях и даже спортивных мероприятиях понимаете о чем я да ну-ка напишите в комментариях а теперь представьте что вы на стадионе куча людей все радостные и счастливы спорю вы не единственные кто хочет поделиться счетом игры с теми кто не смог пойти поэтому вашему телефону приходится бороться за сеть от ближайших антенн с тысячей других телефонов сотовые сети перегружены ведь люди не только звонят и пишут смс но и заходят в приложение чтобы поделиться тоннами фоток и видео самое интересное что значок сети будет показывать наличие сигнала а телефон при этом не будет работать так как нужно пусть вас это не сбивает с толку дело в том что ваше устройство понимает что сеть есть но просто не может к ней подключиться и только по отсутствию значка lte рядом со значком сети вы поймете почему никак не удается дозвониться до друга к счастью в сложных ситуациях сотовая связь справляется с трафиком все лучше с другой стороны все больше людей пользуются смартфонами а значит радиостанции чаще перегружаются поэтому телефонные компании устанавливают новые антенны и совершенствуют работу старых рядом с большими концертными залами и стадионами кроме того они устанавливают мини вышки похожие на коробки конечно у них нет такого широкого диапазона как у обычных вышек но в экстренных случаях в местах большого скопления людей они могут помочь раздавать сигнал а пока нам нужно самим как-то справляться с этой ситуацией компания сотовой связи уверяют что прежние методы все еще работают так что держите телефон повыше и бродите по округе в поисках сигнала еще можете попробовать поплясать с бубном в шучу также помните что вместо звонков лучше отправлять сообщение поэтому если дозвониться никак не получается отправьте sms да раньше все было намного проще если вы узнали что-нибудь новое поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями а вот еще парочка крутых роликов которые могут вам понравиться просто кликните справа или слева и оставайтесь на яркой стороне